Добрый день, дорогие участники марафона здоровья. Я клинический ординатор-диетолог Чабиева Мадина Ахмедовна и хочу представить такую тему, как питание кормящих матерей. Итак, питание кормящих матерей. В своей теме я хочу озвучить такие моменты, как влияние грудного молока на иммунитет ребенка через микрофлору матери, питание кормящих матерей, расчет энергетической потребности, дефициты и виды вищевых аллергенов и диетотерапии. И также мифы о питании кормящих матерей. Так вот, грудное молоко является эталонным типом питания для ребенка с первых дней его жизни. Но компоненты грудного молока являются как источником пищевого обеспечения энергии для детского организма. Грудное скармливание ассоциируется с оптимальными параметрами физического, нервно-психического развития и с профилактикой инфекционных и неинфекционных заболеваний. Многими исследованиями подтвержден более низкий риск развития неинфекционной патологии в зрелом возрасте у людей, находившихся на грудном скармливании, в частности ожирения и связанных с ним метаболических нарушений. Грудное скармливание оказывает положительные эффекты не только на ребенка, но и на его мать, принимая во внимание существование доказанной обратной корреляции между грудным скармливанием и риском развития молочной железы, рака яичников. И также существуют некоторые данные о существовании снижения риска развития сахарного диабета второго типа. Итак, питание кормящей матери. Это питание, организованное с учетом обеспечения высоких потребностей в пищевых веществах, а также достаточной и длительной лактации при оптимальном составе грудного молока. Полноценное питание – это достаточная энергетическая ценность пищи, сбалансированность рациона по белкам, жирам и углеводам и обеспеченность витаминами, минеральными веществами и другими микронутриентами. Для кормящей матери предпочтительнее около 5-6 разовое питание в сутки. Это 3 основных приема и 2-3 полезных перекуса. И дополнительно к обмену кормящей матери необходимо добавить не более 500 ккал из расчета основного обмена матери. Расчет основного обмена ведется по формуле, соответственно, если говорить о избыточной массе тела или ожирения, есть вероятность, что прибавки 500 ккал к основному обмену нет необходимости, в связи с тем, что для матери, помимо обеспечения ребенка грудным молоком, немаловажным фактором является снижение массы тела. И благодаря грудному скармливанию при полноценном разнообразном здоровом питании кормящая женщина сможет снизить массу тела, так как во время грудного скармливания при выработке мамы 30-40 мл молока расход энергии составляет около 20 ккал. Соответственно, за сутки в течение 2-4 недель расход калорийности составит около 300 ккал только за счет производства грудного молока, так как это прикладывание не менее 5-6 раз в сутки до установления лактации. В первой неделе объем потребляемого молока ребенком составляет около 60-70 мл. Итак, как влияет питание матери на состав грудного молока? Влияет, не влияет, вернее, на общее содержание жира, на уровень холестерина, на общий уровень белка, на уровень углеводов, лактозы, олигосахаридов и на концентрацию микронутриентов кальция, фосфора, магния, цинка, медиа, железа, хрома, натрия, калия и хлора. И влияет на такие компоненты, как состав жирных кислот, особенно класса омега-3, омега-6, полинасыщенных жирных кислот, и на концентрацию водорастворимых витаминов, витамина С и группы В, также витамин Д, А, селен, йод. Данные компоненты грудного молока носят непостоянный характер и зависят от питания матери. И, соответственно, является немаловажным моментом, как для матери, так и для ребенка, не допустить их дефицитов. Итак, далее я хотела бы отметить физиологическое значение омега-3 и омега-6, полинасыщенных жирных кислот для организма. Арахидоновая кислота в составе омега-6 является компонентом клеточных мембран и также предшественников простагландинов, лекотреенов, тромбооксана. До козакексаена и козапантаеновая, до козапентаеновая кислоты в составе омега-3 входят в состав фосфолипидов головного мозга и сетчатки глаза, отвечая за развитие головного мозга, растущего организма и зрительной функции, особенно в первые два года жизни. В организме важен баланс между омега-3 и омега-6. Арахидоновая кислота при дисбалансе поступления жирных кислот реализует противовоспалительный эффект. Дефицит омега-3 приводит к увеличению риска развития аллергических заболеваний. Источником омега-3 полинасыщенных жирных кислот является неное масло, рыба, морепродукты, рыбий жир и препараты омега-3. Источником омега-6 полинасыщенных жирных кислот являются некоторые растительные масла и орехи. Кормящая мама должна получать полинасыщенные жирные кислоты с питанием либо с пищевыми добавками. Дефицит витаминов и минеральных веществ при сбалансированном и разнообразном питании, даже высокоразвитых в экономическом отношении странах, таких как Европа, Япония, США, Австралия и другие, составляет в среднем 20-30%, а по некоторым отдельным компонентам до 50-60%. А потребность витаминных и минеральных у кормящих женщин увеличивается на 25-40%. Дефицит витаминов, выделяемых с молоком, может быть причиной развития таких элементарно зависимых состояний у детей раннего возраста, как гипотрофия, гиповитаминозы, анемия, нервно-психические расстройства. И также гиповитаминозное состояние женщин отрицательно скажется на самочувствии, так как при этом повышается утомляемость, раздражительность, ухудшается состояние кожи волос, развивается анемия и замедляется восстановление организма после родов. Для улучшения рационов питания кормящих мам целесообразно используют специализированные продукты для беременных и кормящих женщин. Продукты с повышенным содержанием необходимых витаминов и минералов, специализированные смеси, каши, чаи, обогащенные микронутриентами, витаминно-минеральные комплексы. Но не рекомендуется одновременный прием специализированных продуктов и витаминно-минеральных комплексов. Итак, поговорим о пищевой аллергии. Пищевая аллергия – это состояние повышенной чувствительности к пищевым продуктам, в основе которых лежат иммунологические механизмы, ведущими при этом являются ЭГЭ и опосредованной реакции. Итак, естественное скармливание является лучшей профилактикой аллергии, так как грудное молоко содержит компоненты гуморального и клеточного иммунитета. Материнское молоко не вызывает аллергию, за исключением тех случаев, когда мать принимает определенные лекарства. Существует 8 основных пищевых аллергенов – это рыба, арахис, коровье, молоко, соя, орехи, яйца, глютен и морепродукты. Диетотерапия пищевой аллергии основана на принципе элиминации потенциальных аллергенов, ведении дневника питания для выявления аллергена в течение 1-2 недель, и целесообразно постепенное ведение продуктов с контролем реакции организма ребенка. Но не рекомендуется, первое, это необоснованно избегать потенциальных аллергенов, и второе, чрезмерно потреблять аллергенные продукты. В грудном молоке возможно проникновение пищевых белков и других крупных молекул изоляционной женщины через 1 или даже 5 часов после приема пищи. При коликах испытания матери исключают продукты, повышающие газообразование в кишечнике, это газированные напитки, продукты, содержащие дрожжи, свежая выпечка, кондитерские изделия, бобовые, свежие овощи, белокочанная капуста, например, фрукты, таких как виноград, и богатые экстратективными веществами крепкие мясные и рыбные бульоны, консервы, маринады, соленья, специи, колбасные изделия, лук, чеснок, и также продукты с высоким аллергизирующим потенциалом. Соответственно, при аллергии испытания матери исключают продукты с высоким аллергизирующим потенциалом, продукты, содержащие белок коровьего молока и других млекопитающих, говядина, яйца, арахис, орехи, рыба, морепродукты, соя. Продукты, часто вызывающие как аллергические, так и неиммунные реакции, это икра, грибы, мед, шоколад, кофе, какао, цитрусовые, киви, ананасы, авокадо. И продукты, содержащие гистамины, либераторы и гистамин, это квашеная капуста, редька, редис, ферментированные сыры, ветчина, сосиска, соленья, маринады. Также продукты, содержащие искусственные красители, консерванты, ароматизаторы. Также хотелось бы отметить, что избыток лактозы у младенцев может быть неправильно диагностирован, как аллергия или колики. И напоследок хотелось бы рассказать именно о мифах о питании кормящих матерей. Первое. Грудное молоко вырабатывается непосредственно из еды, которую потребляет кормящая мама. Нет, этот процесс происходит благодаря гормонам пролактин и экситоцину. Второе. Если женщина мало ест, то качество ее молока будет недостаточно хорошим, как уже было ранее сказано, на состав молока влияют некоторые компоненты, и они точно не связаны от количества потребляемой мамой еды. Третье. Матерям нужно есть специальные продукты для увеличения притока молока. Нет, на увеличение притока молока влияет только количество прикладываний в груди ребенка и стимуляция сосков. Четвертое. При грудном вскармливании необходимо пить молоко, чтобы вырабатывалось молоко. Человек единственное млекопитающее, которое потребляет молоко других млекопитающих. При этом другие млекопитающие не вырабатывают молоко и могут кормить своих детей. Если говорить об источниках кальция, то молочные продукты не единственный источник. Есть такие продукты, как брокколи, перец, пинат. Достаточное количество кальция в них содержится в одной порции. Если вы предпочитаете вегетарианство, вы не сможете кормить грудью. Кормить грудью сможет мама, но, естественно, ей нужно будет не допустить возможные дефициты. Под контролем врача, естественно. В частности, говоря о витаминах группы В. В грудном молоке недостаточно железа. Это тоже миф, которым мы можем сказать, что в грудном молоке железо оптимально для обеспечения им ребенка до возраста 4-6 месяцев. Другой вопрос, если у мамы отмечается дефицит железа в крови. Следующее. Некоторых продуктов всегда нужно избегать. В этом нет необходимости, только лишь в случае подтвержденной аллергии или непереносимости у родителей ребенка. И последнее. Еда, которая вызывает у мамы вздутие и газообразование, может повлиять на вздутие у ребенка. Образующее газообразование у мамы вследствие съеденной ею пищи, брокколи, капусты, допустим, не обязательно вызовут дискомфорт из вздутия у ребенка, так как эти продукты не попадают напрямую в кровь или грудное молоко. Но стоит не забывать, все дети разные и ориентироваться надо на поведение ребенка. И напоследок, в заключении хочется сказать, что разнообразие и полноценность рациона, соответствующего принципам здорового питания, исключая возможные дефициты, естественное скармливание в целях профилактики пищевой аллергии, является основополагающим фактором как для здоровья матери, так и для развития и здоровья ребенка. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...